Это нет лосось. Ой, как вкусно. Почему он не около нас? Ну нет, хорошо, что он не около нас. Дорогие товарищи, доброе утро. По крайней мере, у нас утро, не знаю, как у вас. Мы продолжаем исследовать Бангкок. И сегодня мы идем в одно замечательное, полюбившееся нам место. Ну, во-первых, это парк Люмпини, и мы вам покажем варанов обязательно, независимо от того, найдем их или нет, потому что у нас уже все равно есть видео с варанами, но мы надеемся, что сейчас будет открыт просто лучший безлимитный буфет Бангкока, а лучше, потому что вы платите всего лишь 50 бат, это 120 рублей, наверное, примерно, да? Ну, это так. И едите безлимитно. Это? Да. Еда реально очень вкусная, мы здесь уже ели. Это безлимитный буфет на улице, то есть это макашница. По сути, плюс своей. Hello. И в этой макашнице шведский стол. Вы платите денежку, берете тарелки и идете, собираете себе еду, которая вас интересует. Там есть первое, второе. По-моему, сладкое тоже что-то было, да? Уже я не помню, но первое, второе точно есть. Да, сладости нас не особо интересует, конечно. Есть что-то про попить. Был какой-то только компотик, ну, какая-то такая история. Какая-то такая подкрашенная. Чай, водичка, что-то было. Но кухня реально вкусная. Что особенно приятно в этом заведении? Что за 50 бат к тебе отношения, как к гостю, очень такое приветливое и дружелюбное. То есть, если ты со своей тарелочкой второй раз подходишь к столам, нет каких-то презрительных взглядов или чего-то такого, тебе наоборот говорят, ой, я только что приготовила вот это, попробую. Это курица, это прикольно, вкусно. У очень многих блогеров мы видели этот безлимитный буфет. И первый и второй день мы уже были здесь, как только приехали, уже пробовали, потому что у Максима, если у меня, знаете, был такой список из мест, которые я хочу посетить, то у Максима этот список ограничивался безлимитным буфетом за 50 бат и скейт-парком. Парк Люнкини находится прямо через забор от этого буфета, поэтому вы можете совместить прогулку в этом парке, в центре города, кстати, тут очень красивый район, очень много небоскребов и, соответственно, поход в этот буфет. Мы уже с вами подходим в буфет, уточнение, мы уже подошли. Ай, какой он классный. Есть и рыба, и кое-то мясо, и лапса, тоже рыба. Тут еще курочка где-нибудь есть. Пахнет очень круто. Берем. Соответственно, можно положить рис. И крис уже всего-всего вкусного сюда накладывать. Да, всего-всего чуть-чуть, пожалуйста. Сразу есть остренькая заправка. Как видите, никто не скупится. Все набирают побольше. Вот я тоже хочу вот эту рыбу. Я в прошлый раз пробовала, она была божественная. Ничего? Нет, покопай. Росточки? Да, росточки мне всегда будут. Хотя ладно, росточки дома проем. А вот там вон какая-то еще штука темно-зеленая. Мне вот ее хочется. Здорово. Можно не пахнет? Ну, чуть-чуть. Готовы? Да. Когда кончается, тут, кстати, он готовит не одно и то же, он новое блюдо добавляет. Порядочек, будешь пробовать? Давай. Подсказывает, что попробовать, что взять. Первое. Первое? Ладно, давай сядем пока. Can we sit? Thank you. Пока. Как видите, тропа не зарастает. Уха? Ух. Да, я вот хочу вот этот, который ты положил кусочек. Смотрите, какие там куски еще. Саммон. Это не этот. Нет, лосось. Лосось, да. Это нам подсказывает. И пошли попить нальем еще. Пойдем. Куча байков. Обратите внимание, кушают местные. Это очень показательно. Хотя в Бангкоке, мне кажется, везде кушают местные, да? Но бывает кафе пустые. И это сразу заметно. Вот эти вот полные. И там еще был один буфет какой-то, мы проходили тоже полный. А между ними абсолютно пусто идут. Ага. А между ними абсолютно пусто идут. Ага. 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 Наши соседи уже за вторым порцием избегали. Уже вкусно? Это, наверное, самая остренькая уха, которую я пробовала. И у бульона есть рыбный вкус, то есть он не водянистый. Конечно, там столько голов, столько плавников, косточек. Да, понятное дело, что там не куски биле, но как бы плавники, косточки, головы, хвосты. Но и мясо тоже есть, просто одни филейные части, но очень очень вкусно. На самом деле мы как раз с этих частей варим, но не нравится это не какой-то сладкий соус, она, конечно, бомбная. Вот, я ее обожаю. Та рыба, которую я попросила Максиму положить, она просто бесподобна. Она в каком-то, да, в таком сладкому соусе или остро-сладком. Мне кажется, даже просто сладком, да? Не, ну, а что-то если здесь есть, она такая, да, получается? Получается. Все не такое острое, как типично в Азии. То есть, вполне комфортно, просто бывает где-то ешь, и там прям даже Макс прослезится, а он обожает острое. Курские рыбы тоже вполне себе ощутимые, получается, оторвать от скелета. Поэтому полноценная рука с красной рыбкой. Что у нас тут есть в тарелке? У нас есть маленькие какие-то анчоусы в кляре. И учитывая моя равнодушие к рыбе, они вкусные. Я не знаю, что это. Это, знаете, как очень-очень слабый черный чай. Очень-очень слабый травяной черный чай. Главное холодильник. Тут это очень актуально. Пальмары. Это не пальмары. Вот это? Да. Не хрустят. Нет. Это какие-то овощи. Очень новая семья. Мне нравится вот эта стеклянная лапша. Видишь? Ясно. Мне нравится. Я тоже попросила. Молоджа. Итак, рыба в соусе. Она приготовлена со стрижковой фасолью. Ну, это правда, это бесподобно. Она немного остренькая. Ладно, она хорошо остренькая, но при этом какая-то вкусная. И такая сильно зажаренная. Класс. Я такое очень люблю. Есть еще какой-нибудь рагун. По-моему, это... Что это? Баклажан? Или кроватьок? Похоже на баклажан. Ну, не знаю. Мне кажется, он такой бланшированный. Непереготовленный. Не разлетевшийся во все стороны, что тоже прекрасно. Тоже остренький. Как бы он видно, чили рядом. Но все в меру. А стеклянная лапша с чем? Понимаете? Ну, такого с соусом и со шпинатом. Со шпинатом? Я там какой-то мясо нашла. Что? Фарш. Я даже не совсем поняла, каком именно в блюде. Возможно, кстати, в овощах. Который, я думаю, что это просто овощи. И он тоже здоровенный какой-то кусок мяса. И это не похоже на курицу. Это больше похоже, наверное, на свинину. И по вкусу это вкусная свинина. Это вкусная свинина. Это вкусная свинина. Вот Максим и тоже соседние девчонки сходили, обновили себе супы и взяли уже куриные супы. Макс взял просто бульон. Все уже едят по второму кругу, даже те, кто пришли после нас. Я все еще не доела свою первую тарелку. На это не похоже. Я тут заваривала. А вот так вот выглядит куриный супчик, который как раз только что заварили. и его уже можно набирать. И 30 бат сегодня. Счастье. Ну и 30 людей тоже. Все битком. И они все приходят и приходят. Я думаю, это о многом говорит. Похоже на обычную воду. На обычную воду? И с каким-то привкусом. С привкусом. Ты справился? Да. Как самочувствие? Хороший. Хороший? Слава Богу. Здесь за собой надо убрать. Мы же уходим. Капунка. Ой, ребята, как было вкусно. Просто шедеврально. Вот далеко не всегда в кафе ты за 100, 150, 200 бат так вкусно поешь. А тут и вкусные много. И уха, правда, зачетная. Китайские ребята. Молодые. После клубов сюда приезжают. Здесь они могут открываться в 6 утра. В 6 утра открываются? Да. В 6 утра работают до 3 дня. И как раз после этих клубов приезжают сюда покушать. Прикинь в себя. На супчиках. Вот, смотрите, тоже кафе какое-то. Ой, смотри, какие огромные тарелки. Вот что тут народ так много. Макс, ты про это кафе же говорил? Да, да. Какие-то не знаю. Гранд тарелки какие-то. Hello. Вот на них такие узбекские какие-то блюда прямо, а не тарелки. Круто. Тоже интересно, сколько стоит такая порция. Ну, смотрите, в дядьке. Ой, а мяса там как много. Бат 50. Потому что здесь, ну, без нит, а думаю, есть конкуренция большая. Ну, я тоже думаю, что нет смысла сделать сильно дороже. Наверное, бат 50-60 так же стоит. Но мяса там в тарелке прямо дофига. Ну и кстати, вот в блюдах, которые были у нас в буфете в этом, там тоже очень многие с мясом. То есть есть подливы, которые вегетарианские соусы, а есть прям, ну, вы видели, я думаю, на видео понятно, там прям мясные они. Ой, как вкусно. Ну, почему он не около нас? Ну нет, хорошо, что он не около нас. Нам надо ехать, а мы ленивые, и по жаре ездить не всегда комфортно. Просто сегодня вроде не сильно жарко, но сейчас уже облака расходятся в кучке. Да, и потихонечку начинают припекать. Мы с вами зашли в Винпини парк. Давай поищем. А, вон он, кстати. Есть? Макс сразу нашел, представься, я не вижу. А, вон он сидит, видишь, голова торчит. Далеко? Вот, смотри, провод, видишь, идет провод, его прям поднимет. Вижу, все, вижу, привет, варан. Ну да, это прям далеко, его даже камера не распознает. Но он маленький, мы идем искать большого. О, хорошо, спасибо. Нам туристы с другой страны. Обещаю, что мы сейчас встретим огромного варана и будем в восторге. А мы знаем, потому что мы уже встречали. Мы салом про Винпини парк. Чем он классный? Он классный в варанами. Ну, здесь серьезно, они тут жирные, здоровые, их тут много. А еще он классный тем, что вокруг многоэтажки. Ну, многоэтажки, небоскребы. Будем называть вещи своими именами. В многоэтажке мы живем дома. А здесь небоскребы. И вокруг, ну, красиво за счет этого. Просто смотришь, у тебя вроде зелень, зелень, зелень. А ты смотришь над деревом, а там видно шапку небоскреба. Здесь чисто, красиво, цветочки, деревья, газончики. На газончиках можно сидеть, лежать, что угодно делать. Никто им ничего не скажет. Главное, сохранять чистоту и порядок. Вот рядом есть еще один парк. Он то ли Бенчатики называется. Как-то не помню. Мы там были всего один раз. Наверное, мы сегодня до него тоже догуляем. У нас такая неделя прощения с Бангкоком. Потому что нам нужно вскоре выехать в соседнюю страну. По причине того, что у нас кончается штамп. А потом обратно мы, наверное, вернемся в Таиланд. Но уже не в Бангкок. А если в Бангкок, то на короткое время. Ну, короче, в любом случае, у нас сейчас такой период прощания. Поэтому мы по всем местам, которые нам сильно понравились, гуляем повторно. В том числе, буфет безлимитный. Конечно же, как-то куда без него. Правда, очень классный. Это прямо того стоит. А еще учитывая, что у нас прямой автобус прямо от нашего дома сюда ходит. Мило дело. 16 бат за двоих, и мы здесь. О, вот сидит Ленька. Здорово. Ооо. Быстрее. Зум, зум, зум. Зум, зум. Ага. Ой, а там вон крокодил тоже выползает на сушу. Огромный. Ворона, беги. Вороны едят птицы. У нас тоже, наверное, сохранилось видео, где маленький-маленький воран трепет голубя, который, как он, как раз размерен. Он, правда, чешет морду об корень. Ну, не надо уходить. Прости, что прогнала тебя с твоего места. Не смотри на меня так осуждающе. Эть. Папуле. Ну и тут, если присмотреться, тут еще можно найти. Их действительно прям тут очень много. И это тоже круто. Вы просто в центре огромного мегаполиса. Гуляете в парке. У вас тут здоровенные вараны. Так, Максим Дроздов с телефоном побежал. Побежал. А варан? Все, да? Быстрее. Быстрее. Жирный какой, как поезд пассажирный. Вы посмотрите. Наш съемочный день для закавери, наверное, окончен, потому что тут этих варанов можно снимать бесконечно. Их реально очень много. И есть очень большие. Ну и есть маленькие, конечно. Но, естественно, прикольнее наблюдать за огромными. Вот. И если вы впервые в Люмпине, и вам не удалось встретить варанов первые 10 минут, ну это очень странно, конечно. Просто присмотритесь повнимательнее. Бывает такое, что они около берега просто зависают, и их не видно. Но когда вы к ним подходите ближе, естественно, они уже начинают двигаться, сваливать от вас. Очень классные зверюги. Красивые. Ну, чем больше они, тем они, конечно, меньше боятся. Меньше боятся? Угу. Ну да, да. Большие они такие. Ну, просто очень осторожные. Естественно, они к вам близко там не подойдут особо. О, фонтан. Так, сейчас поснимаем вам панорамку. Ну, красиво тут, конечно, красиво. Все, что мне нравится в местных небоскребах, то, что они деревья высаживают на большой высоте, ну, на большой этажности. Вот видите, если посмотреть на этот дом, я надеюсь, вам видно, там прям посередине растут деревья. И это еще, ну, скажем, цветочки, потому что есть где прям такие зеленые рощи посреди этого высоченного дома. Круто делают, красиво. Тем временем озеро переплывал Варан. А еще мне очень нравится, как в тайских парках устроены такие зоны. Тут есть, конечно, и лавочки, вы можете посидеть вдвоем. Но если вы интроверт, то вы можете уйти и сесть на отдельный стульчик или вон на какой-нибудь камушек. Не боязливая, почему? Не надо сидеть. Сейчас мы Макса запустим с камерой, на тебя, на. Макса запустим с камерой. Так, ну что, у нас сегодня супер вараник контент был. Просто я надеюсь, Макс получилось это все эпично заснять, потому что там была драка двух огромных варанов. У них, видимо, в какой-то брачный период, они там загромоздились втроем на одну самку. И двое здоровяков начали просто месивы. Круто! Тем временем мы выдвинулись с парка Олимпини в парк Бенчакити. Я посмотрела, как он называется. Макс утверждает, что это боевые петухи. Торговый центр Терминал 21. Почему Терминал 21? Он выполнен, знаете, в стиле аэропорта. Игорь Негода. Игорь Негода.